Встреча с Лучиной 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 класса юнош. Убирает вот эту линию разметки, по которой традиционно выставляют снегоходы. Ну, в мотокроссе используют стартовые машины. Здесь старт без машины, с флажка или со светофора. За фальстарт все знают. Ждет наказание неминуем. Пока не было фальстартов сегодня. Да, вот ни в юношеском, ни во взрослом классе. Надеемся, их и не будет. Потому что это несколько затягивает. Выбивает из колеи. Потому что... Старт! Бабак! Бабак нет. Внутри его... Лучина его пытался пройти, но не смог. Не смог. И так, Лучина внутри, а Бабак по внешнему радиусу сохранил лидерство. 26-й старт и номер. Лидер сезона перворазрядник Дмитрий Бабак. Факел новую рингой. Тяжело Максим идет. Очень тяжело. Учитывая, что он пропустил этот сезон. По понятным причинам. Постой. Не будем озвучивать. Все прекрасно знают, что произошло в его семье. Поэтому тяжело. Вот так тяжело он идет. Но тем не менее, второй. Второй борьба за третье место у нас Моторин с Санином. Ямбургские гонщики, такие черно-белые у нас калори. Снегоходы. Вот борьба за последнее место Гадиров с Викулиным. Из тех, кто стартовал. Так, Дмитрий Бабак. 16-летнее дарование уренгойское. В этом году уже успел выиграть Кубок России в Уренгое. На Великом Устюге. Выиграл Кубок Ушакова. Декабрьский. Шестой на молодежке прошлого года. 13-й в прошлом году на Кубке. В прошлом году Кубок был двухэтапный. Один этап проводился в Демино. А один этап был у нас в Альметьевске. Татарстан. Уступил вторую позицию Максим Лучина. И он третий сейчас. Прорвался у нас восьмидесятка. Быстрый гонщик сегодня идет Санин. Что-то потерялся 23-й у нас номер. Рустам Такаев стартовал неважно. И только пятым идет у нас по трассе. В первом заезде Рустам Такаев был очень активен. И это привело его на шестое место. Со второго на шестое. То ли опять какие-то технические проблемы, то ли что-то здесь мы не знаем. Вот он Рустам Такаев. Так, достаточно спокойно. Далее имеет в виду место быть. И так лидер 26-й номер Дмитрий Бабак. За ним 80-й Константин Санин. Ямбург. Кроме всего прочего, они везут очки своим командам. Факелу и Ямбургу. Ну да, надо же не забывать, что еще командный зачет. В любом случае, каждый... Командный зачет очень важная, очень важная вещь. Каждое очко на счету. Если бы не командный зачет, Леха Никишкин, наверное, не ехал бы в круге. Отставали. Куда съехал и спокойно, и все. Нет и нет. А для команды надо, его тренера гонят. Давай, давай. Крути. На четвертом месте у нас сейчас уже похоже моторин. Что-то вот сдает темп лучина. Ну да, гонка выровнялась. На втором месте 80-й Константин Санин. Четвертый на кубке в этом году. И фактически дебютант. Дебютант у нас юношеских снегоходных гонок. Нет. Лучина третий. И одну позицию, похоже, Такаев отыграл. Он на четвертом месте сейчас Рустам. Постепенно он выбирается. Рустам один из претендентов на подиум. Он сейчас уже второй по очкам. После того, что основной конкурент у него не поехал на этом этапе. И он может застолбить серебряную ступеньку подиума молодежного первенства России 2015. Ну, Бабак просто доминирует. Потому что если взять гонки в Устюге, то он далеко не так располагался. У нас наседали на него конкуренты. Он был третьим первый день. Во второй день боролся. У нас там один день этап чемпионата и молодежного первенства. Второй был кубок. России. Но, тем не менее, кубок ему удалось выиграть во второй день. И в первой сохранить максимальное количество возможных очков тоже. Стабильный гонщик. Может быть, не такой быстрый. Хотя здесь и быстрый по скорости. Здесь его никто не догоняет. Достаточно ровная рука, да. 20 с лишним секунд получается до Санина. Борьба за третье место. Такая догнал Лучину. И прошел его, да. И прошел на третье место. Вышел Рустам Такая. Факел новой рингой. Бронзовый призер кубка. Серебряный призер кубка Ушакова. Четвертый в прошлом году на молодежке. Шестой на трофее. И так далее, и так далее. Павел Захаров тренирует Рустама. Бабак в верхней части трассы кругового прошел. Разрыв был 19. Ну, секунду примерно Санин отыграл. Компьютер дает подтверждение. То, что Такая прошел Лучину. Мы это видели уже визуально. Итак, 26-й номер Вабак. 80-ка Санин. 23-й Такая. 22-й Лучина. 78-й Моторин Александр. Быстрейшие гонщики. Второго заезда. Класс юноши. Молодежное первенство России. Финальный этап сезона 2015. Еще по одному заезду осталось в финале. И уже я вижу в предстартовой зоне некое шевеление. Туда подъезжают гонщики в классе взрослые. Морально себя готовят. Заезда осталась. Половина юношеского. Восьмая минута идет. Лидирует Бабак. 26-й номер Дмитрий Бабак. Факел новой рингой. Ну, факел традиционно по юношам посильнее у нас. А Атланта даже не выставляет юношескую команду. Когда-то у них был Карпман в юношах. Тоже как бы полноценную команду. Они просто не могут по количеству набрать. Ну, подтягивают гонщиков. Подтягивают гонщиков из разных дисциплин. Вот, например, Викулин. 212-й номер. Это гонщик из Ростовской области. Из города Каменс-Шахтинский. Кроссик, который гонялся. Но тоже не хватая особо звезд с неба. Но, тем не менее, парень из ботокросса втягивается в снегоходную стихию. В Ростовской области снегоходами некие проблемы, наверное, имеют место. Из-за того, что там только снег бывает. Ну, наверное, для снегоходов его недостаточно. Почему-то, мне кажется, там в степях. А на воде, если только, да, там получилось. Если только, да. Хотя мы были в Лобинске, проводились сборы, как бы весной. Уже там должно было все расцвести и все расцвело. Только потом выпал снег, метр, наверное, значит. И все вместо сборов сидели там по норам и ждали, когда он растает. Потому что в Тараполе бывает вот такая картина тоже, как бы. Резкое изменение степь, резкое изменение погодных условий. И вот как-то, в общем-то, сборы превратились. Вот пора снегохода было завозить. Итак, ну что у нас с лидерами? Бабак теряет скорость, между прочим. И Асанин его догоняет. Между ними 12 секунд. На предыдущем круге он почти 6 отыграл у лидера. Что-то повторяется, картина первого заезда. Лидер то ли устает, то ли так успокаивается морально у нас, что он начинает подпускать к себе конкурентов. Ну, конкурент-то. Больше вряд ли кто-то здесь, потому что Тарапов уже почти на 40 минут отставал. А вот Асанин сейчас намного быстрее лидера. Посмотрим, смогут ли тренеры своего лидера, тот же Захаров, настроить на позитивный лад. Дальше особой борьбы нет. Все идут примерно в одном темпе. Вот в начале. Того накала, который был в предыдущем заезде у взрослых, конечно, мы не видим. Мы не видим. Тут так достаточно ровно идет гонка. Каждый занял свою позицию, аккуратненько едет, чтобы не отступиться. Вот, кто-то меньше, кто-то быстрее. Похоже, ему подсказали. Похоже, он уже на курок нажимает активнее. Что расслабляться рано. Минута 28-5 круг. Что у нас, Асанин? Минута 26-2. Две с половиной секунды отыграл. 9-7-7 просвет. Если таким темпом дела пойдут, 5 минут еще осталось времени, плюс 2 круга. И на каждом круге, если по 2 секунды отыгрывать, то не так все очевидно. Другое дело, конечно, и Асанин может себя подзагнать, как тот же Такаев в предыдущем заезде он ошибся. Но пока все очень динамично. Промчался Бабак, промчался Асанин. 9-7-7 был просвет. Меньше 10 секунд. Растянулись гонщики по всей трассе. Ну, не так, чтобы прямо сильно растянулись, но просветы достаточно большие. Ну, лучший круг гонки был у лидера, у Бабака. Минута 17-958. Ну, это был первый круг. А сейчас он минута 28-5. Он сам себе проигрывает 11 секунд с круга. Так, вот сейчас промчался Бабак. Минута 24. Ну, чуть темп удалось поднять. И Асанин. Минута 26. Да, на этом круге 2 секунды опять отыграл лидер у преследователя. 11-8 просвет. 3 минуты осталось контрольного времени. Похоже, дело до победы довести удастся. Я думаю, что просто расслабился сам уже, как бы, нет никого сзади. И когда уже накрутили хвоста тренера, что давай там шуруй, он опять добавил. Ну, а тот же, похоже, Санин уже подустал, догоняя. Поэтому вот в гонках именно, что в мотокрозе, что в крозе на снегоходах, конечно, важно какой-то темп держать. И стараться вот штамповать круги, чтобы не отвалиться ни в ту, ни в другую, как бы, сторону. Вот ехать, ехать. Тогда еще появляется возможность. Если ты отпустишь там на полминуты и так далее, даже уже при более высоких скоростях, просто времени не хватит физически под занавес заезда. Уповать на то, что там ошибется лидер или сломается у него что-то, довольно-таки затруднительно. То, что произошло в первом заезде, вот это вот ошибки. Ну, это когда Токаев сам, он, да, заглох там, улетел, заводился долго. Круг с лишним проиграл. Ну, вот телезритель HGN Street TV видит сейчас Бабака, но это он кругового проходит, уже без особой борьбы. Полторы минуты основного времени на этом круге еще не покажут табличка. Вот на следующем наверняка. И у Бабака очень хороший круг, минута 21, 853. То есть хвоста накрутили тренера Капитального. На 3 секунды. Расслабляться не надо. На 3 секунды. Он стал добавлять и добавлять сейчас. Хотя лучше показал круг 1,17. Первый, да, у него первый минут 17. Ну, тогда еще не разбит трасса и старт он со старта выхватил. Гонка на кураже там просандалил. А если бы еще у нас после каждой гонки трак выезжал на трассу и ровнял бы трассу, то может быть совсем другие были результаты. А у нас так, одна заканчивается, вторая начинается. Поэтому как бы тут есть тоже свои маленькие подводные камни. Но эту трассу строили снегоходами, то есть укатывали снегоходами, потому что попытались запустить эту машину нашу, мехлопату. Она проваливалась и она делала колеи. Вместо того, чтобы ровнять трассу, то есть делала еще колеи. То есть здесь вот именно в чем достоин старт трака. Тут поможет опыт еще строительства зимников. И вот еще вот такой момент. Но опять же это тоже есть свои нюансы. Вот все, последняя минута заезда. На этом круге сбросился опять бабак. Но может быть из-за того, что круговых обгонял. Санин прошел быстрее, но разрыв почти 15 секунд достиг между ними. Так что вряд ли что-то за оставшиеся два с чем-то круга может произойти. Все начиная со 131 номера Креца уже круг проигрывает лидеру Агадиров и Викулин 2. Вот на предпоследнем круге Дмитрий Бабак. Вакел Новый Рингой 26 номер лидер сезона. Похоже он даже досрочно может сейчас стать чемпионом, но не будем мы особенно высчитывать. А слишком большие отрывы уже были у них. То есть не приехал серебряный призер. Если он наберет плюс 25 очков относительно у нас преследователя, то уже станет чемпионом. Но не будем заранее праздновать. Пусть трудится до конца, до третьего решающего заезда. 18 секунд был разрыв на предыдущем круге. Но похоже, что в этих пределах он и сохранится. Он сейчас только Санин отправляется в район линии финиша. Итак, лидер 26 номер Бабак. За ним 80-ка Санин. И за ним 23 номер Рустам Такая. Причем Рустам проигрывает минута 17. Практически круг уже лидеру. Вот он, лидер за ним отправился. А лидер на последнем круге. Так, 26 номер Дмитрий Бабак. Last lap. Последний круг в исполнении этого интересного гонщика. Если я не ошибаюсь, по-моему, его отец увлекается джиппингом. Бороздит просторы Ямальской тундры. Тоже, кстати, в составе СТК-факел. Санин на последнем круге. 17 секунд отставания. Вопрос практически решен с победой в заезде. Но практически, опять же, ошибаться нельзя. 17 секунд можно и потерять. Санину примерно полкруга. Ну, финиш в этом заезде. Санин представляет Ямбург. Бабак-факел. Моторин ушел у нас еще один представитель Ямбурга на свой последний круг. Кухолидер финиширует. Так, два заезда выиграл 26 номер Дмитрий Бабак. Так, факел нового рингу. Максим Лучиновый, в итоге, Круховым проиграл. На четвертом месте финишировал. Так, вторым финиширует 80-ка Санин. 13-5 был просвет на финише. Финиширует Сарван Гадиров на девятом месте. Троечка. 78-й номер Александр Моторин. Топ-5. Пятое место занял. На финише 131-й номер Юрий Крец, который в итоге шестой круги отставания от лидера. Крец представляет факел. В бело-синих цветах форма корпоративный цвет «Газпрома». Стал дождаться Такаева, Довбуша, Викулина, вот этих трех гонщиков. 212-й номер Викулин. В итоге Довбуша прошел, и он седьмой у нас. Вот у нас Рустам Такаев, он дополнит подиум второго заезда. 23-й номер, 3-е место. Ну и все, трасса пустая. Мы теперь ждем. Вот начальник дистанции выезжает. Выезжает на контроль трассы. Сейчас посмотрим, все ли нормально. Он не финишировал у нас, вот как-то под занавес заезда, некие проблемы у отдельных гонщиков возникают. И сейчас будет у нас, будет у нас заключительный заезд класса спорт. Вот это.